Генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг на своей пресс-конференции по окончанию встречи с российской делегацией огласил темы обсуждений во время заседания. Это судьба договора и обмен информацией о времени и месте проведения будущих военных учений. На сегодняшней встрече обсуждались темы касательно евроатлантической безопасности. Наш договор был открытым и необходимым. Альянс и Россия смотрят по-разному на вещи, но мы настроены продолжить наш диалог. Без диалога мы не можем уладить наши разногласия. Мы также говорили о договоре. Все члены Совета НАТО-Россия согласились, что договор является решающим для евроатлантической безопасности. Но сейчас договор под угрозой. К сожалению, мы не видим никаких признаков прорыва в данной ситуации. Время уходит. Сегодня Альянс призвал Россию еще раз вернуться в рамки договора. На вопрос российского корреспондента телеканала «Россия» о том, что США предпринимают, чтобы спасти договор, Йенс Столтенберг ответил так. Причина, почему договор о ракетах в средней и меньшей дальности находится в опасности, это нарушение его со стороны России. В Европе не было размещено ни одной новой американской ракеты, но Россия разместила в Европе множество своих, и это стало причиной, почему соглашение в опасности, и Россия нарушила соглашение несколько лет назад. Поэтому США и НАТО поднимали этот вопрос о российских ракетах на протяжении нескольких лет. Сегодняшнее заседание проходит на фоне параллельно якобы не связанных друг с другом военных учений НАТО и военных маневров России в Черном море. В учениях со стороны НАТО участвует и Черноморский флот Украины, а российские корабли и вертолеты постоянно мониторят ситуацию, иногда слишком близко приближаясь к кораблям, следуют за кораблями НАТО по пятам. Учения НАТО Sea Breeze проходят с 1 по 12 июля, и в них задействованы 32 военных корабля и авиация стран НАТО. Напомню, что конфликт по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разгорелся еще в 2014 году во время правления Барак Обамы. Тогда США обвинили Россию в грубом нарушении соглашения. По мнению НАТО, Россия провела секретные испытания новых крылатых ракет, а потом и вовсе секретно вразрез с договором разместила их у себя. Москва этот факт отрицает. И мы будем встречаться чаще. Редактор субтитров А.Семкин